Итак, друзья, что же такое Киаро Скуро? Для начала разберем корни этого слова, которое состоит из двух итальянских, имеющих истоки в латыни. Это Киаро – светлый и Скуро – темный. Серия комиксов про Бэтмена, которая называется «Возвращение темного рыцаря», на итальянском будет звучать «Иль риторно дель кавальере оскуро». Давайте, чтобы нам стало ясно, сразу разберем элементы, формирующие светотень, чтобы нам было проще с вами общаться в дальнейшем. Есть света – это любые поверхности, ярко освещенные источником света. Есть блики – световые пятна на ярко освещенной выпуклой или плоской глянцевой поверхности, когда на ней еще есть зеркальное отражение. Также есть тени – это неосвещенные или слабо освещенные участки объекта. Тени на слабо освещенной стороне объекта называются собственными, а тени, отбрасываемые объектом на другие поверхности, называются падающими. Также есть полутени – это достаточно слабые тени, возникающие, если объект освещен несколькими источниками света, но также образуются на поверхности, обращенной к источнику света под небольшим углом. То есть, иными словами, это незначительные тени, которые присутствуют на самом объекте и, в принципе, формируют объем этого объекта. И, наконец-таки, есть рефлексы – это слабое светлое пятно в области тени, образованное светом, отраженным от близко или далеко лежащих объектов в пространстве. Иными словами, это какие-то предметы, отражающие свет. Как вы понимаете, никакого отношения к колористике или композиции в этом термине нет вообще. Поэтому термин относится, в принципе, как к живописи, скульптуре, архитектуре, так и к силографии, к фотографии, к дизайну и к кинематографу. Но рассматривать мы с вами будем в основном примеры, конечно же, из живописи. Я думаю, все согласятся, что видим мы только те объекты, на которые попадает хоть какой-либо свет. А значит, объекты образуют цветотеневой рисунок либо из-за разной освещенности, либо из-за сложной фактуры или формы самого объекта, или же и то, и другое вкупе. Светотень может меняться в зависимости от того, где находится объект, на который падает свет, а также его формы. Она может быть круглой, выпуклой, трапециообразной, плоской, шершавой, полированной и так далее. В зависимости от положения объекта по отношению к источнику света, или его фактуры, или цвета его поверхности и ряда других факторов, светотень будет иметь ту или иную яркость. На самом деле, именно свет решает, каким будет картинка в любом изобразительном искусстве, ибо это средство передачи настроения героя сцены или атмосферы, возможности изображения глубины на экране. С светом художники дают нам понять масштаб расположения объекта в пространстве, его значимость или, наоборот, незначительность. Кстати, это кадры из фильма «Блэйдраннер» 2049 или 2049, оскароносного кинооператора Роджерса Диккенса, получившего множество наград за свою работу, ибо это средство передачи настроения героя сцены или атмосферы, это возможность изображения глубины на экране. Именно светом художники дают нам понять масштаб расположения объекта в пространстве, его значимость или, наоборот, незначительность в кадре. Посмотрите, насколько слабо освещен этот объект в кадре, то есть герой сам, но при этом мы четко понимаем его настроение, его эмоции, какую-то тревожность в кадре, драматичность. Это, кстати, кадры уже другого оператора и другого режиссера, но это не делает эти сцены менее интересными. Посмотрите, насколько детально проработаны именно те участки сцены, на которые мы, зрители, хотим смотреть. То есть оператор посредством света заставляет нас углубиться именно в ту мизан-сцену, которая для него имеет большее значение. И даже здесь, в принципе, нам кажется, что светом заполнена вся картинка, но это не так. Есть моменты в этой сцене, которые незначительны, которые не имеют большой роли, и которые спрятаны именно тенями и полутенями. Кстати, это фильм, который называется «Ностальгия» Андрея Тарковского, и, если я не ошибаюсь, большая часть этого фильма происходит именно в этой комнате, где герой проводит почти всю свою жизнь. И вам стоит посмотреть, как меняется там освещение, и вообще, как меняется атмосфера этого помещения именно посредством работы света и теней. Еще немного примеров из кинематографа. Это фильм «Психо» Альфреда Хичкока 1960 года. Точно так же, как и в предыдущем примере, посмотрите, насколько грамотно и корректно оператор светом вырисовывает главного героя. И, в принципе, это самое яркое пятно в кадре, поэтому мы незамедлительно смотрим именно на него. Но здесь есть другой персонаж, который точно так же выделяется посредством света и посредством ритма в композиции. Еще одна сцена из другого уже фильма Хичкока. И здесь тоже очень-очень интересно проработаны тени. В принципе, мы не видим лица или эмоции этого персонажа, но мы прекрасно понимаем, что он делает. Он поднимается по какой-то лестнице, и гораздо интереснее нам, что он несет в руках. И именно благодаря свету мы понимаем, что это стакан, скорее всего, с какой-то белой жидкостью, а именно молоко. В данной ситуации нам не важно эмоция на лице персонажа, а нам важно его действие, что именно он делает, куда он движется. Не забываем, что это Хичкок, и, в принципе, все фильмы Хичкока, они достаточно тревожные. Еще один кадр из фильма «Психу». И здесь, опять-таки, светотеневые акценты дают нам понять, что герой утручен, что у него какое-то мрачное настроение. Есть какие-то тени на заднем плане, которые акцентируют наше внимание именно на драме. Эти тени добавляются в разных местах сцены и, соответственно, повторяются на его лице. Теперь представим на секунду, что никакой картинки нет вообще, и что перед нами достаточно темная атмосфера, то есть темное пространство. Но это темное пространство меняется, как только мы добавляем какой-либо источник света. И первое, что мы видим, это, конечно же, объекты, которые отражают этот свет. То есть объекты, имеющие максимальную яркость в кадре. И заметьте, уже сейчас проскальзывает какое-то настроение в этом кадре. Хотя, в принципе, мы ничего толком не видим. Но у нас есть один свечащийся объект синего цвета, и есть другие свечащиеся объекты уже оранжевого или красного света, которые получают отблики от свечения самого кадра. Добавим еще немного света в этот кадр. Вот я уже отчетливо вижу, что это какая-то лестница, и слева у нас какая-то комната. Виден силуэт животного и какие-то предметы внутри этой комнаты. И именно так автор задумывал расстановку светотеневых акцентов в этом кадре. Добавляя еще света, мы понимаем, что это мансардное помещение, то есть достаточно высокое пространство, разбитое на первый и второй этаж. И вот так этот кадр выглядит в полную свою силу или в полную свою яркость. Ну что ж, друзья, теперь отвлечемся от современных технологий и перенесемся в эпоху позднего возрождения. Попробуем узнать, как Караваджо, а он, кстати, тоже был Микеланджело, мог добиваться этой драматичной картинки в своих произведениях. Дело в том, что именно с него началось веяние тенебризма, или как его еще называют, караваджизм. Это живописная манера исполнения, основанная на тщательной работе света и теней. Техника была представлена самим Караваджо и была подхвачена в начале 17 века другими художниками, находившимся под его влиянием или рисовавшие в той же манере. На картинках тенебристов или художников, использовавших этот подход, фигуры часто изображаются на фоне интенсивной темноты. Но сами фигуры освещены ярким ищущим светом, который подчеркивает их трехмерность. Форма как бы выглядит очень резко. Конечно же, не только он один владел этой техникой, но до него художники прорисовывали практически все части холста и не пытались получить много темных участков на своей картине. А вот на картинах Караваджо все фигуры изображены на фоне интенсивной темноты. При этом сами они освещены ярким потоком света, как будто на них светит софит или фонарь, или это свечение от какой-то очень яркой свечи. И это и создает иллюзию глубины самого происходящего. А это картина Поля Гогена, французского художника. И она является довольно необычной для его творчества. В ней явно чувствуется влияние каких-то других художников, его современников. На картине изображена молодая женщина, которая слегка склонилась над шестьем. Именно так, что становятся заметны складки на ее животе. Это одна из его ранних работ, отличающаяся от идеализированных картин женщин того периода. То есть мы тут не видим какой-то роскошной, импозантной дамы, как мы привыкли, на которую плавно падает свет и оголяют ее какие-то пышные формы. Нет, здесь мы видим немножко другую ситуацию, другую картинку. А вот что писал Гоген своему другу Эрнесту Бернару в 1888 году. Попробуйте вместо фигуры поместить на полотно лишь тень, и вы увидите, что сами определяете ту степень необычности созданного вами образа. То есть тогда уже Гоген понимал, что тень решает гораздо больше, чем сам объект на картине. Но, чтобы нам стало с вами яснее, давайте заглянем немного в историю искусств и поясним, что в живописи существовал некий запрет на изображение резко очерченных теней, которые считались грубыми и неэстетичными аж вплоть до 17 века. Но все рано или поздно заканчивается, запрет был снят, и тени в изобилии появились на полотнах самых разных мастеров. Например, того же Караваджо и его картине «Ужин в Эмаусе», показывающей образы Иисуса Христа в руку своих апостолов. И знаете, эта картина почти не уступает в отношении прорисовки и детализации той самой римской мозаики, которую мы видели до этого. Настолько четко и детализировано прорисованы все предметы на столе, что явно ощущается их трехмерность. А вот другой живописи 17 века, Рембрандт Хармис ван Рейн, на своем портрете Яна Корнелиуса использует этот же прием, но совсем в другой манере исполнения, где, как кажется нам, практически невозможно создать иллюзию объема, он дает нам понять, что объект не плоский, он трехмерный, у него есть глубина. Ну что ж, давайте вернемся к импрессионистам, поговорим о творчестве Поля Гугена более развернуто и обсудим именно его манеру исполнения. В 1891 году, в возрасте 43 лет, художник уезжает жить на Таити, где создает более 80 полотен. Именно там Гуген берет себе в жены молодую таитянку. Что же искал там художник? Видимо, Эдемский сад, нетронутый цивилизацией. Его очень влекло первобытное искусство. Но ожидания и реальность не совпали, художник стал рисовать красоты торпической природы и молодых дев, обнаженных туземных натурщиц. Вот что думал сам художник о своем путешествии. Совсем скоро я уезжаю на Таити, маленький островок в южных морях, где можно спокойно жить даже без денег. Я твердо намерен забыть все свое жалкое прошлое, писать отныне свободно, как мне хочется, не думать о славе и не искать ее, и в конце концов умереть тихо, спокойно, забытый всеми там, откуда я родом. Это картина «Желтый Христос». А это автопортрет художника на этой картине, написанный в 1889 году, то есть за два года до его переезда на Таити. А это картина Гугена, которая называется «Когда свадьба» была написана в 1892 году, сразу же после того, как он взял себе в жены молодую таитянскую жену, Тахаману Техуру, когда ей было всего лишь 13 лет. Страстная юная Техура вдохновляла художника, и почти во всех его картинах угадываются именно черты Техуры, которая и открыла Гугену мир призраков. Картина «Когда свадьба» – это одна из самых дорогих картин в истории. В 2015 году музей «Катарсис» купил эту картину за 300 миллионов долларов. Другая картина Гугена в той же манере исполнения, «Женщина, держащая плод» или по-маурийски «Куда ты идешь». Картина, написанная во время первого приезда на Таити. Именно в этот период художник формирует свой узнаваемый стиль изображения людей, за что, впрочем, часто подвергается критике и обвинениям в смешении и нарушении пропорций. Еще одна картина, написанная в той же манере, это «Ля Урана Мария». Маурийское название «Мы молимся тебе, Мария», также была написана вскоре после своего первого прибытия на Таити. «Художник явно отказывается от передачи глубинной пространства и реального освещения. В картине намеренно потерпнута плоскость холста, что придает ей сходство с Габелленом». Друзья, вы уже видите, что во всех картинах Оля Гугена практически нет никакой светотени, что все его фигуры изображены достаточно плоско, без использования объема, но при этом они не выглядят менее эмоционально. Поговорим немного про магию и злых духов. На этой картине наблюдается характерное для художника смешение вымысла с явью. Молодая девушка, кстати, внешне напоминающая его молодую жену Тахуру, лежит обнаженная на постели, а за ней изображен злой дух в виде обычной маленькой женщины. И фиолетовый фон картины дополняет всю соответствующую мистическую атмосферу. «Дух мертвых не дремлет» – так называется картина Гугена, написанная в 1892 на острове Таити. Еще одна картина Гугена, написанная в 1897, «Больше никогда» или «Nevermore». Это поэтичная вариация на тему «Лежащая обнаженная». Мы видим опять ногу и таитянскую девушку, которая лежит на застеленной постели и прислушивается к чему-то. На заднем плане мы видим, как двое людей разговаривают или перешептываются. Рядом черная птица, напоминающая чем-то ворона. Сразу узнается стиль художника. Яркие выразительные цвета, полное отсутствие объема и едва заметные тени, а также очень густые мазки. У этой картины есть небольшая история. Дело в том, что Гуген отправился в Папеэте и задержался там до темна. В светильнике закончилось масло, и поджидающая художника молодая Техура осталась лежать в темноте совсем одна. Девушка была очень встревожена, но причиной тому было вовсе не дух, охраняющий мертвых. На самом же деле все было гораздо прозаичнее. Техуру в тот момент мучили подозрение, что Гуген решил отправиться к проституткам. Ну что ж, как вы понимаете, импрессионисты вообще редко следовали правилам. Они были первопроходцами в искусстве своего периода, и Поль Гуген не был исключением в этом плане. Вместе с Амадео Модельяне, Павло Пикассо, Анри Матисом и другими, они дали жизнь таким интересным и до сих пор модным течением в искусстве, как кубизм, фовизм, модерн или ар-нуво, сюрреализм, экспрессионизм. Несомненно, Гуген предвосхитил последующее творчество экспрессионистов. Оследование правилам святотени его и его современников интересовало все меньше и меньше и меньше. Итак, друзья, святотень имеет огромную роль, как вы видели. Она позволяет передать настроение, она позволяет передать объемность или трехмерность изображения. Она создает эмоции в кадре. Святотень управляют художники, скульпторы, дизайнеры, архитекторы, кинооператоры для того, чтобы получить ту самую картинку и задать то самое настроение в кадре. Именно от святотени зависит, какую эмоцию передает нам изображение, какую эмоцию несет себе герой кадра. Даже колористика зависит от святотени, потому что в одном кадре может быть один источник света или источника света может быть несколько. И тогда все свечение в кадре меняется. Соответственно, оттенок будет меняться именно благодаря использованию святотени. Даже при отсутствии какого-то цветового акцента можно задать очень тонкое настроение в кадре. Можно подчеркнуть именно те моменты, которые нам нравятся. Или наоборот, когда мы хотим спрятать какие-то моменты и не показывать все детали в кадре. И, как вы помните, караваджизм, когда объекты как будто бы освещены одним источником света, фонарем, софитом или пламенем свечи, и при этом они выпрыгивают из темноты и создают иллюзию объема, казалось бы, в абсолютно плоском изображении. Тогда мы используем лишь один источник света, который вырисовывает лишь какие-то элементы в кадре. Ну что ж, друзья, это был урок про chiarо-скуру. Напомню, что это слово содержит два итальянских корня – chiarо, светлый, и скуру, темный. И давайте еще раз пройдемся по всем элементам светотени, которые мы знаем. Это света, блики, тени, полутени. Напомню вам, что полутени – это небольшие участки тени, которые возникают на самом объекте, именно в освещенных его регионах. И, конечно же, рефлексы – это пятна, которые образуются светом, отраженным от других объектов, либо близко, либо далеко лежащих в пространстве. Спасибо большое за внимание. Смотрите дальше наши уроки. Это был Марк на канале VIO Studio. Подписывайтесь, ставьте обязательно лайк, комментируйте. И до новых встреч!